Не только колбаса и сардельки бывают халал. Сладости, сауны, жвачки, фитнес, яйца и даже тамада. Кто пишет стандарты и кто придумал ритуальные боксы для забоя? У них этот ритуальный бокс отсутствует, они оглушают электричество. Зачем духовенство придумало новый знак качества? Куда денутся халал-продукты и услуги халал? Надпись халал у нас никем не регулируется. Ее употребляют везде и кто хочет. Мы провели свою контрольную закупку, изучили мясные изделия и узнали, кто подложил в них свинью. Две красные полосы, он указывает на том, что имеется антиген свиньи. Как китайские алхимики дурачат покупателей? И почему лучше брать халал-яйца от курицы халал? Субтитры создавал DimaTorzok Немного химии и студенты Поднебесной наштамповали тысячи куриных яиц. Подобные эксперименты могли бы показаться очередной забавой, если бы огромные партии суррогата не оказались на прилавках соседних республик. Может и мы не всегда едим настоящие куриные яйца? Производство одного такого яйца ничего не стоит, сущие гроши. Впрочем, жители Поднебесной могут и не такое. Немного химии и вот вам ветчина, капуста и морепродукты. В чем еще таится обман, ответить сложно. А потому уж лучше взять яйца халал. Молоко, воду, муку халал. Не все понимают значение, знают лишь, что слово взято из священных писаний, а значит, вреда никакого не будет. Халал сегодня что-то вроде символа экологически чистого натурпродукта. Недоумение вызывают вывески халал-фитнес, СТО, халал-гостиницы и кафе. Но так или иначе, потребители все чаще выбирают именно халал. Будь то шашлык, жвачка или курица-халал. Проходим на центральный пост, становимся ногами, погружаем в дезораствор ноги. Обработка идет подошвой. Потом перемещаемся, становимся перед постом, помещаем руки в специальное отделение. Идет обработка рук, где средством, дается сигнал, турникет работает. Можно проходить. Все, в данном случае руки и ноги у меня обработаны. Начальник убойного цеха Роман – человек православный. Однако после запуска новой линии производства куриного мяса по требованиям шариата изменил свое отношение к продуктам халал. Потому что понял – люди охотнее разбирают и их бройлеры. В то время как конкуренты не могут продать 20 тысяч тонн птичьего мяса. Столько тушь, по сведениям Минсельхоза, залежалось на складах полсотни казахстанских птицефабрик. А курочка ряба со знаком халал на ура пошла и в соседней России. Недавно туда отправили первые 50 тонн охлажденного и замороженного мяса. Все, продукция в данном моменте уже готова, упакована. И готовит сейчас ее путь следования в камеру хранения. В данный момент эта продукция подготовлена для клиентов из Казахстана. С текущего месяца мы уже начали осваивать рынок, вышли на Россию, дошли уже, можно сказать, до столицы России, до Москвы. И параллельно прорабатываются другие страны, куда мы можем экспортировать нашу продукцию. Немецкий конвейер способен разделывать до 100 тысяч курочек в сутки. Но пока птицефабрика поставляет на казахстанские прилавки не так много – в день около 50 тонн мяса. Основной объем вывозится в столичные супермаркеты. Предприятие находится в 30 минутах езды от Астаны, что позволяет поставлять не замороженную, а охлажденную курицу. На фабрике 5 критических точек контроля качества. Конвейер расфасовывает курочек по весу, разделывает на крылышки, окорочка, грудинку. А за безопасность продукции вручаются полторы сотни живых контролеров у станков. У нас полный замкнутый цикл. Мы работаем, начиная с наших полей, где получаем сырье для комбикормов наших, начиная потом приемлематься с репродуктор, где мы производим инкубационное яйцо наше, непокупное. Свой инкубатор, где инкубируем свое же яйцо инкубационное. И свои открытые площадки. Поэтому задача перед лицеводами не стоит какие-то глобальные вырастить птицу, как говорится, постановить гиганты. Если ей положено в возрасте, говорится, 2-3 со своем возрасте, она и будет иметь. Здесь не стоит задачи получить изюю 3 килограмма, 3,5. Как говорится, к росту, весу, внешнему виду вопросов нет. Курицы как курицы. Тогда чем же курочка-ряба отличаются от любой другой по соседству на прилавке, но без знака халал? Многие полагают, что все дело в ритуальном забое птицы и отчасти правы. Но не все сводится к молитвам. Еще немаловажно, на чем росла курица. Если на муке из мяса, костей, крови, сородичей, точнее на отходах производства, или ее, возможно, пичкали женскими гормонами, значит птица нечистоплотна. И никакими мольбами знак халал не выбросить. Птица, приходящая на ухо, должна быть здоровой и живой. Это основное требование стандарта. Птица навешивается, потом проходит электрооглушение электрическим током. Норма электрического тока прописана стандартом, по которому каждое утро перед началом работы технические специалисты это проверяют. После опушения забойщиками производится забой птицы. То есть перерезание крахеи, пищевода, обессонной артерии и яремной вены, которая тоже является основным требованием этого стандарта. Прежде чем птица отправится дальше по конвейеру в разделочный цех, она должна полностью истечь кровью. Тогда мясо считается чистым и безопасным. Технологии правильного забоя рабочих фабрики обучил человек, внедривший в Казахстане международные стандарты халал. Он согласился побеседовать с нами за чашечкой чая и пригласил в самое первое столичное халал-кафе. Соблюдая национальный этикет, мы пришли не с пустыми руками. По пути заглянули в гастроном и набрали там колбасы халал казахстанских производителей. А эксперт по нашей просьбе привез специальные тестеры, чтобы выяснить, где подложили свинью. Этот тестер как работает? Он имеет такую проверку. Значит, в этом 2 мл воды обычно на нее наливается, дистиллированной воды или прокипяченной к воде комнатной температуры, или можно обычной водой немного. Потом берется исследуемая продукция, вот любой вот ингредиент, и потом его кусочек сюда ложится, вот рисуем, потом ставим. Потом, когда он уже установился, вот внутри этого, значит, вот свинья как раз нарисована, это одна длинная полоса. И вот мы его опускаем. Если появится одно красное полоса, значит, тест работает, нет свинины. Если 2 красные полосы, значит, есть свинина. А если вообще ничего не появилось, значит, тест не работает, надо заново делать. Экспресс-тесты разбирают предприниматели, дорожащие знаком халал на упаковках и вывесках. Для чистоты эксперимента главный контролер халал-индустрии попросил подготовить несколько чистых ножей и разделочные доски. Иначе можно загубить не только опыт, но и целые предприятия, если вдруг где-то окажется ДНК свиньи, которая легко переносится с одной колбасы на другую. Подобные ошибки часто совершают в лабораториях, говорит председатель халал-индустрии. Так произошло с контрольной закупкой защитников прав потребителей в прошлом году. Пострадали несколько компаний. А для нашего эксперимента мы купили много колбасы. Но не разглядели под разными этикетками один и тот же цех. Пришлось отобрать всего 3 образца трех разных производителей. Компания «Бахара». Сейчас проверим его продукцию. Так, давайте, чуть-чуть с краю нарежем, нам много не нужно. Нам столько хватит. Потрясем его специально. Второй компанией у нас будет «Шорт-Анде». Продукция «Шорт-Анде». Мы его сейчас проверим. Ну вот, третий у нас – это компания «ДАК». Это «ДАК». Это «Шорт-Анде». Это у нас «Бахара». Еще 10 лет назад непривычно было видеть в магазинах продукты «Халал». А сегодня потребители, не задумываясь, тянутся к этим товарам. Не понимаем почему, но покупаем больше «Халал». Яйца – это или мыло, колбаса, или торты. Анна Геннадьевна – главный технолог в небольшом кондитерском цехе в старой части столицы. Она всю жизнь пекла пироги и торты по советским рецептам и ГОСТам на маргаринах и жирах. А тут вдруг узнала, что можно делать те же бисквитные, слоеные, творожные и другие сладости, но без вредных маргаринов, сгущенки и муки. Точнее, все эти ингредиенты используются, но исключительно «Халал», где нет консервантов, ГМО и прочей вредной химии. За этим бдительно следят инспекторы «Халал-стандарта». Допустим, если уже в продукции было выявлено, что свинина используется желатин свиной, то, конечно же, мы сразу же забираем свой сертификат, и эта компания автомат входит в черный список. То есть в повторной этой компании сертификат не выдается. Лучше, конечно, покупать «Халал». Почему? Потому что кто любит сладости? Дети. А что продлить срок действия той иной продукции, что добавляется? То есть этиловый спирт, ликеры различные. Для чего это делается? Чтобы сохранить свежесть. Почему? И чтобы они были мягкие. Вы обратили внимание на внешний вид главного технолога и ее помощников? Никаких хиджабов и прочих ассоциативных атрибутов. Обычный кондитер, обычные халаты, обычный цех. Только продукты «Халал». Стандарт, взятый из священных писаний, вовсе не запрещает людям другой веры и национальности работать в «Халал-индустрии». Это касается лишь забойщиков скотины. А в остальном главное знать свое дело и соблюдать технические регламенты производства. Все продукты, не стараемся, мы просто берем все продукты, которые находятся на растительных маслах. Потом мы не работаем с желатином, который это все-таки животного происхождения. Мы работаем с молочными продуктами. Это сыр, допустим, творог, молоко. Мы все это берем, заключили договор с Родиной. Есть такой производитель, который на самом деле халал. Еще одно стереотипное заблуждение касается халал-ресторанов. Кажется, что приходят сюда исключительно религиозные люди и обслуживают здесь официанты в религиозных одеяниях. Ничего подобного. Халал-рестораны – те же светские заведения. За одним исключением. Тут не предложат алкоголь и развратные развлечения. И, разумеется, меню составляются из разрешенных продуктов, как того требуют инспекторы халал-стандарта. Молодой администратор Мейрхан Яламан совсем не волнуется, когда внезапно заглядывают ревизоры. Смело открывает холодильники, казаны и папку с договорами поставщиков мяса, майонеза, специй, кумыса, шубата, курта. А айран делают сами из халал-молока. Наша фишка в том, что мы всех гостей встречаем кумысом. Наши национальные блюда, напитки, айран. У нас все без всяких химикатов, да. Все экологически чистое. У нас имеется тандырнан, шубаты. И они сразу же влюбляются в наши напитки национальные. И каждый день посещают и ради этого даже, можно сказать. С подобными правилами халал-бизнеса категорически не согласны в духовном управлении мусульман. К слову, международный стандарт халал внедряли без участия имамов. Теперь, спустя 10 лет, духовные наставники решили навести порядок на рынке. И полтора года провели за разработкой совершенно нового знака качества. Который уже с 1 марта должен был заменить на товарных этикетках надпись «Халал» на «Адал». Сказано это было в начале года. Однако сейчас ДУМК почему-то отказывается от каких-либо комментариев. Известно лишь, что 250 аккредитованных имамов намерены сертифицировать только продукты питания. Сауны, СТО, кафе и гостиницы не могут работать по высшему стандарту. Надпись «Халал» у нас никем не регулируется. Ее употребляют везде, и кто хочет, так не должно быть. Сейчас мы создали специальную комиссию и лабораторию. Она будет проверять и выдавать сертификаты на товар. И здесь станет ясно, что соответствует «Халалу» и «Адалу», а что нет. Поскольку употреблять священные строки так нельзя, значит, такие таблички должны быть убраны. Заявление Духовного управления переполошили не только хозяев кафе и ресторанов, но и мясокомбинаты и колбасных производителей. Начальник убойного цеха крупнейшего мясоперерабатывающего завода «Сисимбек» Байдалин не понимает, зачем нужен новый, неизвестный остальному миру стандарт, когда казахстанским товарам со знаком «Халал» уже доверяют покупатели Евразийского союза, а там дальше и недолго до вступления во Всемирную торговую организацию. Что тогда? Кто поймет значение слова «Адал»? Комбинат рискует получить свою продукцию обратно и понести колоссальные убытки. Соседи уже задаются вопросом, а нужно ли им мясо и колбаса без «Халала»? В России «Халал» едят и уже он входит в норму. Спрос был очень большой. Мы отправляли зараз до 10-20 тонн. И это порядка 100 тонн мы отправили в том году. Для полного соответствия требованиям стандарта «Халал» завод сам спроектировал и заказал в Германии дорогостоящую технику. Немецкие конструкторы собрали по чертежам казахских забойщиков единственный в Европе и СНГ так называемый ритуальный бокс. 500 миллионов тенге на ноу-хау мясокомбинат получил по госпрограмме «Агробизнес». Идея заключается в том, чтобы животное, будь то корова или лошадь, перед забоем не испытывало стресс. Скотина спокойно заходит в бокс, капсула переворачивается и забойщик, как положено, с нужными словами, совершает обряд. В отличие от нас, у них этот ритуальный бокс отсутствует, они оглушают электричеством или механическим путем оглушения. Потом производится убой животного. И что от этого? Качество мяса кушает? От этого, во-первых, требование халал. Животное должно быть не оглушенным, не в шоковом состоянии, не в состоянии агонии. Должен быть в живом виде, должен произойти убой животного. В день на комбинате забивается до 10 голов скота. На прилавке каждый месяц завод поставляет более 40 тонн мяса и мясных продуктов. В течение года потребители разбирают до 5000 тонн товаров торговой марки «Бакара». Кстати, колбаса «Бакара» тоже участвует в нашем эксперименте. Образцы уже настоялись, пора браться за тестеры. Ну что ж, вот здесь, в принципе, уже он отстоялся, можно здесь уже проверку проводить. Вот это вот у нас, вот здесь место есть, вот мы отрываем его. Внутри есть вот сам тестер. Тестер вот он так представляет себе. Вот стрелками вниз. Опускаем внутрь вот. Немного подержали. И вытаскиваем, и сюда его и положим сейчас наверх. Вот так. Минут 10-15. Если комната теплая. Недавно Комитет по защите прав потребителей в очередной раз совершил контрольную закупку. На чистоплотность решили проверить около 300 мясных изделий из России. На колбасных оболочках не было знаков халал. Но и свинины в них не должно быть, согласно товарной маркировке. Как выяснилось, 13 производителей обманули ожидания потребителей. Обнаружено было в российских продуктах кишечной палочкой ДНК свинины и превышение содержания натрия в продукции производства Российской Федерации. В настоящее время по всем обнаруженным продуктам ведется процедура изъятия из оборота. Проведено 272 пробы. Из них 28% несоответствующих стандартам, регламенту технического. Госинспекторы имеют право проверять на чистоплотность только колбасные изделия, заявили в Комитете, ссылаясь на отсутствие других технических регламентов на производство товаров халал. На что председатель халал индустрии готов предъявить официальный документ, подтверждающий обратное. Зарегистрированный малазийский стандарт, так называемый руководство по производству, изготовлению, обработке, транспортировке халал, там все расписано, все разновидности. Но кроме этого мы, АСАДС-Халал, аккредитованы в мировой системе, всемирный орган сертификации халал. Сегодня мы имеем разрешение на все стандарты. Сегодня Евразийский союз разработал два стандарта. И фактически по евразийской пространстве этот стандарт работает, он главенствует. Когда-то и сами предприниматели не понимали, а зачем нужен этот самый знак качества халал. Тогда всего шесть торговых марок прошли сертификацию, а сегодня их в сто раз больше. 400 компаний на постоянной основе работают под знаком халал, еще 200 в летний сезон разворачивают бизнес. Кстати, пока в Казахстане ни один фитнес-клуб, сауна, СТО и Тамада не получали сертификата халал, заверил главный инспектор стандарта. Между тем халал-индустрия уже 40 лет развивается в Малайзии. Там созданы около сотни регламентов, целые институты, министерства и госконтроль. В лидеры стремится выбиться и Франция. Сейчас она замыкает тройку. Везде имеется свой знак халал. Но почему-то мировой производитель жевательной резинки выбрал именно казахстанский символ качества, такой же, под которыми продаются колбасы, участвующие в нашем эксперименте. У работников средств массовой информации было предложено три продукции трех компаний. Компания Бакара, халяль-сертифицированная компания. Продукция вышла одна красная полоса. Это говорит о том, что отсутствие антигена свиньи. Второй – это компания Шортанде. Это Баязат. Тоже одна полоса. Значит, говорит о том, что отсутствие антигена свиньи. И третья компания – это ДАК. Тоже одна красная полоса появилась. Это говорит о том, что отсутствует антиген свиньи в этой компании. Итак, в Духовном управлении мусульман Казахстана правы, в свою очередь, когда говорят, что знаком халал сегодня прикрываются многие нечистые на руку бизнесмены. В одной только южной столице по разным данным насчитали около трех тысяч псевдохаляльных компаний. Вот для этого закон и нужен. Он не только позволит, но и обяжет госинспекторов контролировать рынок халал-индустрии. Все требования, регламенты и прочие пункты уже есть. И вопрос здесь больше не в религии, а в элементарном выполнении прописанных норм.